Здравствуйте, мы вот, у нас уже 16.31 по Москве, я думаю, что мы можем... Здравствуйте, спасибо, что после тоже рабочего дня, после уроков нашли возможность встретиться и побеседовать сегодня с коллегами. Спасибо. Всем здравствуйте. Добрый день. Рады очень, что вы пришли к нам послушать. Очень хочется, чтобы вы тоже поделились своим мнением, ждем от вас вопросов, реакции какой-то. Ну, давайте начнем, может быть, с чего? С вопроса. Поставьте плюсик в чате, если вам часто ребята задают вопрос, а зачем нам эта тема нужна? Я, наверное, уверена, вот, уже плюсики пошли, что это самый частый вопрос задают дети на уроках, как только мы озвучиваем тему. И, безусловно, у нас также встает вопрос, а как же ответить? Ой, спасибо большое за реакцию, как активно все, очень великолепно. И мы, конечно же, также задаемся вопросом, как же сделать так, чтобы наши темы были интересны детям, делимся своим опытом, надеемся, что и вы нам что-то подскажете, и какие-то примеры сегодня вам приведем. Ну, например, такая не очень любимая всеми детьми тема, как функции. Я на уроке начинаю с беседы на жизненные вопросы. Спрашиваю, как вы считаете, какие мои функциональные обязанности как учителя математики? Они с удовольствием накидывают варианты, удивляются, что, оказывается, учителя тоже учатся, получают какую-то квалификацию, здесь для них тоже какие-то открытия. Потом, возможно, они вспоминают о своих родителях и о других профессиях, опять говорим о функциональных обязанностях. Потом, возможно, я хотела бы вернуться к себе и спрашивала у ребят, а как вы думаете, если изменить условия, и я теперь не только учитель, но еще и мама своего ребенка, мои обязанности функциональные поменяются в связи с новыми условиями или нет? Ну и поговорив немного, безусловно, приходим к выводу, что на самом деле тема функций настолько глубоко уже в наших головах, что мы не обращаем внимания, что в жизни ее очень часто используем. Ну и потом постепенно переходим уже к изучению функций, числовых каких-то там функций, и уже она более доступна детям, они понимают, что это что-то близкое, что-то уже родное, и где-то мы это используем. Ну давайте я сейчас какой-нибудь примерчик тоже приведу, да. Сейчас пока Анна Юрьевна тоже придумывает пример. Смотрите, коллеги, да, у всех, наверное, были такие ситуации, когда вот идешь на урок, правда, и знаешь, что тема не очень будет интересна, и хотелось бы, чтобы она все-таки ребят заинтересовала, да, не просто заинтересовала, а чтобы, как вот мне сказали, что завтра я должна вау-урок провести. Вот аналогично, да, вот чтобы было вау, здорово, да, это действительно мне надо, чтобы у них загорелись глаза, и они захотели этой темой заниматься, ну и в конце концов в ней разобрались, поняли основные моменты, не только основные, а хотелось бы, чтобы они глубоко тему поняли. Вот я такой примерчик хочу привести с темой отношений и пропорции. Тема непростая, на мой взгляд, обычно ребята ее воспринимали, когда я только начинала работать, очень тяжело. Мне всегда вот в голову приходилось, что же сделать так, чтобы ребятам было интересно эту тему изучать, и они поняли вообще, для чего она им нужна. Поэтому логично сразу, когда приходишь на урок и хочешь озвучить тему, да, ребят, о чем мы сегодня с вами будем говорить? А представляете, тема сегодняшнего нашего урока – отношения. А что для вас такое отношение? Ну, они сразу приводят примерчики – дружба, семья, любовь и так далее, да. Потом начинаешь, вроде бы как, даешь определение, рассказываешь, но опять, возвращаясь к жизни, да, хочется спросить, ребят, вот в математике мы знаем, что такое отношение, да, мы знаем, что оно показывает. А, например, на примере любовь. Объясните, пожалуйста, да, что это такое? Почему один любит больше другого? Почему в семье бывают равноправные отношения, а бывают неравноправные отношения? И вот как раз-таки сегодня специально в бонусе, Елена Вячеславовна потом выложит, я набросала несколько таких задач по этой теме, которые действительно могут не просто заинтересовать ребят, но и показать, зачем нам это надо, да, то есть вот глубину этого вопроса, чтобы они не просто, как говорится, поняли, забыли и через пару месяцев вообще об этом ничего не могли сказать, а хотелось бы, чтобы у них это как-то в душе осталось, поэтому задачки сегодняшние, пожалуйста, посмотрите, очень интересные, на мой взгляд, и я думаю, что в таком духе каждый из вас может придумать не одну задачу. Анна Юрьевна, на самом деле, возраст детей разный есть, и, естественно, приходя на урок в пятый или в десятый класс, не всегда возможно одни и те же детям предлагать примеры из жизни, кто-то до этого еще не дозрел. Ну вот в десятом, например, классе или в одиннадцатом, у меня был гуманитарный класс, десятый, одиннадцатый, ребята математику, ну не то, что не любят, но они побаиваются, да. Каждый урок, наверное, начинался с вопроса, а зачем нам это надо? Ну многие спрашивали, действительно, зачем нам это надо, и когда мы с ними разговаривали, вспоминали треугольники, речь зашла о том, что самую устойчивую фигуру у нас все-таки это треугольник, и я им предложила вспомнить, где они еще могли сталкиваться с треугольниками, кроме как на уроках геометрии. Думали-думали, сначала стали приводить просто примеры каких-то предметов, которые нас окружают, а потом я им предложила поискать примеры треугольников в литературе. Мы сначала на нее так посмотрели, я добытельно, какая-то литература в треугольниках, задачник или еще что-то, я предложила им поискать любовные треугольники просто в произведениях. И тогда вот их это заинтересовало. Или вот буквально сегодня с восьмым классом у нас тема сейчас множества, теорию множества изучаем, пересечения множеств, объединения множеств. И сегодня подошли ребята перед самостоятельной, зная, что у нас будет самостоятельной по этой работе, и говорят, Анна Юрьевна, вот до конца не поняли, где объединение, а где пересечение. Вроде как разбирали на уроке, но что-то боимся. Ну, я здесь на марке в руки и к доске. И на примерах говорю, вот у тебя, Стася, есть значки и марки, а у тебя, Эмилия, есть марки и фантики. Если вы объедините свои коллекции, какие элементы будут входить в вашу общую коллекцию? Они, ну как, какие значки, марки и фантики? Я говорю, ну вот все, это объединение, мы их объединили, значок нарисовали. А пересечения? Я говорю, ну хорошо, значки и марки, значки и фантики. Где общие точки соприкосновения ваших коллекций? В каких интересах, говорю, вы пересеклись? Ну как, какие, вот же в значках. Я говорю, не, говорит, он на значках, говорит, и марках, все понятно, с цифрами и буквами сложнее. Ну и как ты подводишь, потом уже примеры начинаются с цифрами, с буквами, и тогда вроде бы у них там что-то поворачивается в сторону твоего урока. Вот, ну, теперь немножко все-таки хотелось бы к нашей действительно презентации, к тому, зачем мы сегодня здесь собрались. Наш разговор поделен на три части, вот, пятые и седьмые классы, восьмые и девятые, десятые и одиннадцатые. Ну, почему именно так? Во-первых, это разный возраст детей, потому что мы втроем, в каждом возрасте свои проблемы, и мы втроем все-таки больше как раз-таки работаем в тех классах, сейчас, последние там два-три года, как и поделено наше выступление. Мне достались дети с пятого по седьмой класс, но сейчас уже есть и восьмой, но тем не менее, для жизни, для профессии и для подготовки к ВПР, я так разделила свое выступление, для жизни. В последнее время у родителей часто есть запрос на то, что в школе детям не преподают финансовую грамотность, а им бы очень этого хотелось, и детям, и родителям, потому что, ну, скорее, наверное, больше родителям, потому что многие дети считают, что деньги у них на карточке, и они там просто есть. Знаете, как батон, хлеб растет на хлебном дереве. Они забывают, что они просто могут закончить. Также и про деньги на карте. Они там просто есть, и все. Мама с папой туда положили, они там есть. А карты как раз-таки детям можно оформить, и у нас сейчас реклама по телевизору, об этом со всех сторон. Пожалуйста, приобретайте детям карты, оформляйте, карты джуниор, без привязки сейчас к банку. И, в принципе, с 14 лет любой ребенок может оформить себе карту. И как этим пользоваться, как своими финансами распоряжаться. У меня была уникальная, ну, как не то, что уникальная, но хорошая возможность, дополнительный час математики в рамках неурочной деятельности. И там мы с ребятами рассматривали задачи по математической грамотности. И один из блок этих заданий – это как раз финансовая грамотность. Потому что пока они до этого урока в рамках общества знания или экономики дойдут в 10-11 классе, это очень долго. А здесь вот в 6-7 классе вполне с ребятами можно об этом поговорить. Рассказать вообще, что такое бюджет, какой он бывает, и смоделировать какую-то ситуацию. Можно придумать, можно взять, собственно, из своей семьи, поменяв имена и не обозначая там фамилии, папа, мама, там, ребенок-студент, ребенок-школьник, может быть, бабушка-пенсионер, который живет также в этой семье. Описать зарплату, которую получают родители, описать основные расходы, на которые деньги уходят, покупка еды, оплата коммунальных услуг, может быть, проезд ребенка до школы или до института, покупка каких-то лекарств, выплата определенного кредита, если здесь можно придумать, что у семьи есть какой-то кредит. И заставляем с ребятами... Мне кажется, сейчас даже прием не надо, в каждой семье есть. Заставляем с ребятами таблицу, а дальше уже вот к этой семье конкретной можно придумать очень-очень много разных задач. Ну, например, давайте посчитаем для начала, какой у семьи доход и какой расход средств. И посмотрим, остаются ли у них деньги в течение месяца, если они будут оплачивать все, что им нужно. То есть, есть ли у них лишние деньги, которые не могут на что-то потратить. Вы знаете, я вспомнила, что сейчас в Сбербанковском приложении даже есть продумать, на что ты хочешь на такие деньги. Поэтому здесь тоже можно, если деньги остаются, подумать, а куда их потратить. А дальше мы делируем ситуацию. Вот такая семья, допустим, мама, папа, тут у них один ребенок студент, другой ученик. А давайте подумаем, они хотят летом поехать в отпуск всей семьей. К примеру, сейчас мне составляет труда зайти на сайт любой туристической фирмы и посмотреть, сколько стоит путевка в определенное место отдыха. Если нет такой возможности сделать это прямо на уроке, то это можно сделать заранее. Учитель может посмотреть, подготовиться. У нас есть, к счастью, такая возможность. Мы можем прямо на занятии выйти в интернет, вывести даже список этих предложений на интерактивную доску и с детьми посмотреть, давайте пусть они поедут, не знаю, там, в Крым или в Турцию, а может быть, на Бали. Сколько стоит путевка? И, исходя из этого, можем с вами посчитать, ребята, сколько этой семье придется на эту путевку копить, чтобы летом поехать отдыхать. Или, а вдруг у них в течение года сломалась стиральная машина? Починить стиральную машину стоит примерно 5 тысяч рублей. Но мастер дает гарантию, что 2 года только эта машина прослужит. А в магазине эта стиральная машина стоит 30 тысяч рублей. Побиратель ему дает, к примеру, там, 7 лет. Ну, сейчас уже, наверное, такой гарантию 5 лет. Давайте почитаем, что выгоднее. И вот, когда дети начинают в этот процесс включаться, для многих действительно становится открытием о том, как живет их собственная семья, что деньги все-таки берутся не из ниоткуда, что они могут закончиться. И можно попросить детей дома у родителей также поинтересоваться их доходами и расходами и составить какой-то план. Ну да. Подходят к этой ситуации. Ну, тут, наверное, можно и детей попросить тоже, чтобы они сами придумывали задачи. Да, да, да. А те же, да, дети, можно дать целый проект и подумать, да, вот вы можете предположить, вы хотите дальше свою жизнь каким-то образом реализовывать, да, вот можете просто помечтать, а вот кем вы хотите стать, а посмотрите, какая зарплата у этого человека, да, а что вы сможете себе позволить на эту зарплату с точки зрения сегодняшнего дня. И дальше уже даже выбор профессии можно сделать, исходя из этого, да, то есть, конечно же, исходя не только из этого, но и из своих предпочтений. Кто-то любит одно, кто-то любит другое, да, но тем не менее это поможет сделать выбор как минимум с точки зрения зарплаты, потому что мы должны понимать, что мы сами должны себя обеспечить в каком-то возрасте, из какого-то момента. Ну, мы плавно перешли к выбору профессии. К выбору профессии. Ну, тут профессия такая, скажем, не самая, может быть, популярная, но опять же, как на это посмотреть? Мы играли с детьми в налоговую в седьмом классе, когда повторяли тему проценты. Значит, играли в налоговую. Во-первых, дети познакомились с тем, что такая структура существует, узнали, что такое налоги, какие налоги, я им рассказала немножечко о том, какие налоги в нашем государстве имеются. А дальше им был предложен ряд задач, которые нужно было решить. Дети разбились по команду, вот как раз вот фотография с этого урока. И один, можно выбрать одного, можно было выбрать несколько ребят, которые являлись у нас налоговыми экспертами. То есть они помогали мне в проверке задач у тех ребят, кто решал. За каждую задачу прислаждались определенные баллы. Ситуации рассматривались различными. Где-то нужно было оплатить подоходный налог за продажу автомобиля или продажу какого-то имущества. Где-то, наоборот, нужно было посчитать прибыль, которую ты получишь, пытаясь вернуть уплаченный налог за покупку ипотечной квартиры, как это называется, налог за образование, которые, образовательные кредиты есть такие. И дети с удовольствием тоже в это включаются. Опять же, можно придумать разные профессии. Кто сколько налогов отчисляет, про какие-то фирмы поговорить, что вот если компания занимается благотворительностью, они там от какой-то части налогов тоже освобождаются и так далее. То есть тот же большой простор, как говорится, для фантазии. А математики, как показывает практика, люди творческие в высшемстве своем. Я помню, вы рассказывали, что дети сделали открытие, что достаточно много средств приходится на налоги отдать. Здесь тоже можно было бы продолжить вот этот вывод, который ребята сделали, сравнить налог в других странах. Простор очень широкий, конечно. Ну и про возврат налогов надо говорить. Возврат налогов, да, за обучение, за жилье, за лечение. Когда мы учимся, то что мы можем сказать. Да, это очень важно, особенно за обучение, наверное, для взрослых ребят. Ну и в пятый, шестой, седьмой класс дети так или иначе пишут ВПР по математике. Это обязательный ВПР. От этого им тоже никуда не деться. И там есть разные задания, в том числе как раз задания, направленные на математическую грамотность включены, где нужно оценить размеры объектов каких-то, посчитать что-то. И можно предлагать также ребятам задания с планом квартиры, где нужно посчитать количество обоев, которые надо купить, или плитки, которые нужно постелить на пол. Можно сделать не простые прямоугольные комнаты, а где-то срезать угол, где-то его, наоборот, закруглить, чтобы дети вспомнили формулу для нахождения длины окружности. И опять же, вроде как в форме такой, ну не то что игровой, конечно, не хотелось бы каждый урок превращать в игру. Нам все равно нужен результат предметный, да? Но тем не менее, в этом задании они так или иначе вспоминают материал какой-то и используют свои вычислительные навыки, которые получают на уроках. И им эти картинки-то, в общем-то, понятно, что, возможно, им пригодится это в жизни, да? И поэтому это становится уже интересно. То есть это не только для ВПР, но и для жизни также в дальнейшем, потому что у каждого живет в квартире, не на улице. И мы не забываем, что, в принципе, у нас есть такая штука, во многих школах с 5 по 11 класс ребята каждый год делают итоговый годовой проект, да? И это куча материала, которые они могут использовать для подготовки непосредственно к проекту. То есть здесь они могут и смоделировать непосредственно ту квартиру, опять же, да? Помечтать. Почему бы нет? Смоделировали, посмотрели, рассчитали материалы. И самое интересное, хоть всему классу этот проект задавай. У каждого получится свое, и у каждого будут свои расчеты. Ну вот об этом как раз я и для 9 класса хотела рассказать. Это 8-9, следующий возрастной период, это 8-9 класс. Ну тут опять я хочу к коллегам обратиться. Скажите, пожалуйста, поставьте плюсик, если у вас в школе есть возможность, выделяет вам администрация дополнительные часы конкретно на подготовку к ОГЭ. Есть ли у вас такая возможность в школе? Нет, минус я вижу, мин, ну, кого-то плюс. Ну, я вот сейчас, пока вы отвечаете, я уже могу предположить... Смотрите, не у всех, да? Да, в большинстве случаев, конечно, редко, когда получается у администрации выделить эти часы на подготовку к экзамену. А 9 класс, согласитесь, это очень важный период, этап в жизни школьника. Это завершение основного общего образования, и надо еще обязательно сдавать экзамен, неважно, гуманитарий ты или нет. И этот экзамен повлияет на оценку в аттестат, и этот экзамен повлияет потом при поступлении в среднепрофессиональное образование, если ребенок идет другим образовательным маршрутом. То есть 9 класс действительно очень важная веха такая в жизни школьника. И, конечно, у нас встает вопрос, а как же готовиться к экзамену? Ну, судя по вашим вопросам, скорее нет таких часов, чем есть, поэтому мы пытаемся выйти из ситуации и, безусловно, готовимся к этим экзаменам, по всей видимости, на уроках повторения, закрепления, ну, где-то включая и в изучении нового материала. Но есть такие задания уже много лет в экзамене ОГЭ, после 9 класс, как практика ориентированной задачи, вот первые 5 задач. Их не повторишь, потому что в таком именно виде, как они предложены в открытом банке, в таком виде ребятам они не встречались в учебниках, ни в 5, ни в 6, ни в 7, ни в 8, ни в 9 классе. А то, что новое, всегда страшно, опасно, а если открыть задание само и увидеть картинку, а под ним огромный текст, это еще страшнее становится. Наши подростки с клиповым образованием, мышлением, да, не готовы такой большой текст читать и выискивать что-то нужное для решения 5 задач, как сейчас это есть, как я предлагаю выходить из этой ситуации, почему я говорю о 8-9 классе, вот именно вот эти самые проекты, про которых мы говорим, или внеурочная деятельность. Лучше, если есть у вас, вам не подарили 9 класс с самого начала, у вас есть они в 8 классе, было бы здорово, чтобы заняться такими задачами в 8 классе. Чтобы убрать эту тревожность, страх, что нужно сделать? Надо поиграть в эти задачи и сделать их личными. То, о чем мы говорим, когда ты решаешь задачу для себя, ты понимаешь, что это тебе нужно, что это может тебе пригодиться. Я ребятам предложила разделиться на группы. Ну вот я понимаю, что сейчас, на сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, порядка 19 типов задач, практикоориентированных, и вот с этими задачами как-то надо побороться. И очень жалко на них время, которого и так нет в школах. Делимся на группы. Ну, например, одна группа – это те ребята, в семьях которых есть свое домохозяйство, огород, может быть, какой-то дача, может быть, они живут за городом, у них есть в семье свой дом. Эти ребята будут решать свою задачу. Здесь очень хорошо опять привлекать родителей, которые могут помочь детям в чем? Могут предоставить кадастровый план своего участка, могут рассказать о своих мечтах, которые бы они хотели воплотить в этом участке, может быть, поставить бассейн, может быть, какая-то нужна постройка, баня, которой нет, или какая-то пристройка из кирпича, или там может быть что-то другое. И эти задачи, эти идеи родительские ребенок может воплотить, может просчитать, может сделать, может нарисовать схему. В этом случае, так как у них группа, может быть, они сделают несколько таких проектов, несколько схем домохозяйства. В этом случае, что они свои задачи придумывают сами, и что им в помощь? Вот этот самый, опять же, открытый банк задач, и я как учитель, они составляют свои задачи. Я вот привела несколько примеров, и они вам всем знакомы, и можно посчитать количество, можно пока вернуть еще обратно, и количество упаковок, там, допустим, плитки, чтобы выложить тротуар, и посчитать площади различных объектов. Это может быть не только прямоугольники, может быть, бассейн круглый какой-то, клумба какая-то, расстояние между объектами, посчитать, сделать оптимальный выбор, у какого поставщика удобнее покупать и дешевле, и там, кирпич, семена, чтобы засеять газон и так далее. Таких задач можно придумать очень много. Если у кого-то нет домохозяйства, то у них есть квартира, опять же, то уже, о чем мы говорили, да, схему квартиры, просчитать ремонт своей комнаты. И здесь очень важно, как учитель, да, я бы предложила усложнять эти задачи, ну, например, выбора единичного отрезка, чтобы это был не один, там, метр, а два метра, как в первом предложенном варианте, 0,4 метра. Здесь другие могут быть задачи, остекление лоджии и паркет выложить. И я им рассказывала, например, свой случай из жизни. Мне необходимо было посчитать, ну, купить плитку для того, чтобы выложить на кухне фартук. И очень мне нравилась итальянская плитка, которая очень дорогая, и понятно, что мне был весь фартук очень дорого. И я эти плитки буквально вклинивала, чтобы составить красивый рисунок и показывала, как я это делала, как я различные схемы составляла, выбирала там единицу измерения на бумаге в клеточку. И им такие же ситуации предлагала, чтобы можно было придумать себе какую-то задачу и тут же предложить решение. То есть одна группа может быть с домохозяйством, другая может быть с квартирой. Ну, третий вариант, тут можно уже перелеснуть, можно говорить о сотовой связи. Такие задачи тоже в нашем банке, задания есть. Можно предложить ребятам выбрать... Да, вот картинка, спасибо. Можно предложить пройтись по операторам сотовых связей, выбрать, просмотреть различные тарифы, сделать сравнительный анализ, посмотреть, что гораздо выгоднее было бы, сравнить с тем, что сейчас у них происходит. Как правило, выясняется, что дети и знать не знают, сколько дети платят, родители платят за пользование с телефоном своего ребенка. Может быть, у них есть мечта поменять смартфон, купить новый телефон. А для этого тоже надо посмотреть стоимость телефонов в разных магазинах, понять, что это обычно бывает не очень дешево, посмотреть, какими вариантами можно было бы воспользоваться. Может быть, это кредит, может быть, это какая-то рассрочка. И здесь тоже масса задач можно придумать ребятам самим. Опять же говорю, что эта задача в этот момент становится личной, во-первых, а во-вторых, эта группа ребят становится экспертами именно в этом типе задач. И потом они мне помогают на следующем этапе работать с ними. Чтобы сейчас не занимать много вашего времени, еще один вариант, который я предложила, это рассчитать дорогу от дома до школы разными путями. Может быть, это общественный транспорт по шоссе. Рассчитать и время, и денежные средства, которые затрачиваются на этот путь. Если есть возможность, еще тепло, может быть, ребята перемещаются на велосипеде по какой-то проселочной дороге или на самокате. Может быть, другая есть дорога через парк какой-то. И если есть возможность, можно пойти этой дорогой. Здесь тоже можно много типов задач придумать. И когда ребята поработали с этими типами задач, потом можно сделать, если это проекты, потом можно сделать защиту проектов. И каждый защищает свой тип. И потом они меняются этими своими задачами. И та группа, которая занималась, например, домохозяйством, она объясняет тем ребятам, которые не встречались с такими задачами, помогают разобраться с этими задачами. И, как показывает мой опыт, обычно очень коротко происходит вот эта вся ситуация. Вот в прошлом году с восьмиклассниками мы пару месяцев только этим занимались. И в какой-то момент я поняла, что стало уже скучно им. А скучно потому, что стало понятно. И вот эта боязнь нового ушла. И я понимаю, что в этом году они уже точно знают, что как-нибудь пять задач из ОГЭ они уже решать могут. А значит, не все потеряно и все будет дальше хорошо. Ну, еще раз скажу, что это только я несколько вариантов заданий придумала. Все эти задания в открытом банке есть. Просто эти задачи нужно перенести на себя, на свою семью. И становится совершенно по-другому уже решение этих задач. Надеюсь, вы примете этот мой опыт для подготовки к экзамену. Ну, Юрий Николаев, я сразу хочу добавить. Смотрите, это все равно решает опять же проблему проекта, да? Да. Вот целый класс взял, вот все придумают. Какую тему придумать, да? Начинается физика, математика, технология. Не знаю, что уже придумать. Здесь, по-моему, все сразу получили тему, метапредметная связь, география и все что угодно можно, в принципе, включать. Ну, а с точки зрения подготовки к экзамену, действительно, это просто не снимаешь страх какой-то перед объемным заданием, потому что кажется, он такой большой, так много нужно читать. А это тоже сложности какие-то вызывает. И вот действительно такая предварительная просто работа по наращиванию, да, может быть, информации и через свой личный какой-то опыт, через ситуацию, которая близка им, подвести к тому, что таких задач бояться не надо, мне кажется. А еще я себе очень хорошо помогаю. Это не я объясняю все эти задачи, а ребята друг другу объясняют. И это гораздо быстрее все происходит. То есть я помогла группам, а они потом уже объясняют всем остальным, и все становится замечательно. Опять же, коммуникативность, полезный опыт общения. Ну, да, здесь тоже, ну, это бывает сложно, допустим, регулировать, да, работу в группе. Ну, а если это действительно уже есть в какой-то такой привычной практике, то, да, без сомнения. Спасибо. Вера Николаевна, теперь, наверное, к старшим. Переходим к старшим. Ну, проблема старших, на мой взгляд, это, во-первых, определиться со своей будущей профессией, это раз. Во-вторых, самая главная проблема – сдать ЕГЭ. Как ни крути, но это проблема действительно. У меня сегодня, вот буквально сейчас в 11 классе был урок, им нужно было прорекламировать понятие компланарных векторов. И первое, что я увидела в этой рекламе, слово ЕГЭ, они прям вот эти буковки расписали мне, вот здесь это, здесь это. Ну, в общем, видите, как важно знать компланарные в итоге вышли. Это было интересно, просто мне сейчас, наверное, этого не повторить, но со стороны смотрелось очень здорово. И сразу была видна проблема этих ребят, как всегда, ЕГЭ. Я точно так же рассмотрю три основных момента, где ребятам может это все помочь для жизни, в выборе профессии, ну, и непосредственно к подготовке к ЕГЭ. Ну, начнем для жизни. Ага, вот смотрите, я очень долго думала, что ждать такого, что, наверное, еще не трогал никто в этих задачах. И я придумала, когда ребята поступают в какой-то определенный ВУЗ, помимо результатов ЕГЭ, им иногда приходится иметь дополнительные баллы. Так, например, дополнительные баллы дает волонтерство. А почему бы это не использовать в наших интересах и не найти какую-нибудь компанию, которая может связаться со школой и нашим же ребятам помочь, во-первых, дать эти дополнительные баллы, а во-вторых, нам, как математикам, помочь придумать практикоориентированные задачи. Почему нет? Это и высадка растений, и организация каких-то праздников в больнице, например, для больных детей и так далее и тому подобное. То есть здесь сюжетов можно придумать очень много. То есть у нас даже сейчас выглянуть в окошко, посмотреть, как у нас там замечательно пытаются организовать зону перед школой, опять же, наших ребят спокойно можно было к этому привлечь в плане расчетов, в плане посмотреть, как это все организовано, ну и, соответственно, к математике это непосредственным образом приурочено. Даже, знаете, вот совсем перед вебинаром думала о таком моменте еще как ГТО. Тоже дает баллы к ЕГЭ, к поступлению. Ну и здесь тоже можно, оказывается, придумать задачи, да. То есть, например, ребенок очень плохо бегает. Вот у меня, например, была такая проблема, я вообще просто не могла в школе бегать, 3 километра для меня давалось очень тяжело, да. И вот такой пример задачи, например, а продумайте план тренировок, чтобы через месяц, например, бегать 3 километра, ну, с определенной скоростью, да. Чтобы сдать ГТО, чтобы сдать, получить этот значок, чтобы получить до баллы. Это все в плюс, и я думаю, что вот такие задачи тоже надо не забывать про них и ребятам давать. Далее. Второй момент – это выбор профессии. Вы знаете, да, наверное, в 11 классе это очень многим дается нелегко, выбор профессии, исходя из тех знаний, которые они имеют. То есть надо не просто выбрать какую-то профессию, да. Я, например, хочу заняться балетом. С какого? 11 класс, я никогда не танцевала, и фигура мне этого не позволяет. То есть надо соотнести кучу различных параметров, чтобы выбрать свою профессию и понять, что она действительно мне будет нравиться, и я буду в ней не просто работать, а я буду отдыхать, ходя на свою работу, например. И вот такой урок мы с ребятами проводили в конце прошлого года. Мы решали различные кейсы, связанные с выбором профессии. Это были не просто кейсы, там давалось времени достаточно мало, всего за 20 минут нужно было решить достаточно профессиональные задачи. Ну, например, медицинский кейс, ребята объединились в группу, им было дано три истории болезни, им нужно было за 20 минут поставить диагноз. Как мы с вами все прекрасно знаем, исходя из наших, наверное, житейских бытовых соображений, приходя в больницу, мы там очень много времени проводим. А иногда на прием к врачу уходят всего лишь, не знаю, минут 10. У меня рекорд был три минуты, да, то есть три минуты было на прием уделено лично мне с моим ребенком. И за три минуты нам врач поставил какой-то диагноз, я, конечно, не совсем согласна была с ним, но это неважно. Тем не менее, вот этим ребятам предстояло изучить три истории болезни и, соответственно, сделать какой-то вывод. И, соответственно, оказалось, это очень сложно за 20 минут вынести какой-то вердикт, они смогли справиться из трех всего лишь навсего с одной историей болезни. Следующий кейс, он мне тоже очень нравится, кейс атомной электростанции. Это, наверное, с моим прошлым ассоциируется, я сама как-то хотела поступать именно на этот факультет. И я, наверное, в своем возрасте совершенно не осознавала те проблемы, с которыми я могу столкнуться непосредственно, будучи инженером атомной станции. И вот здесь были специально придуманы несколько задач. Задача была такая, состояла в том, что у ребят произошел выброс. И нужно было срочно за 20 минут продумать план действий, изучив, соответственно, все параметры, которые в задаче давались. Плюс, ко всему прочему, их сменщик, который сдал им смену, допустил ошибку, вычисление, прям буквально в первом расчете допустил ошибку. И, соответственно, точных данных у них, в принципе, не было. Им быстро надо было перечитать все эти параметры, ну и, соответственно, потом уже составить план ликвидации этой аварии, принять, насколько она серьезна, и этот план нужно было предоставить их руководству. С этой задачей за 20 минут тоже не смогли полностью справиться. То есть какие-то моменты были решены, но, к сожалению, не все. Дальше. Еще один момент, который может с нами приключиться, когда мы становимся студентами. И мне тоже хотелось, чтобы они почувствовали себя в этой роли. Это экзамен по истории, кейс. Было составлено несколько вопросов к тексту. То есть был дан текст, подразумевалось, что это непосредственно те конспекты, которые ребята ввели в течение семестра, и нужно было ответить на 20 вопросов по этому тексту. Соответственно, эти вопросы, они тоже в неполном объеме за 20 минут успели ответить. Как мы понимаем, любому студенту понятно, что на подготовку дается какой-то определенный промежуток времени. Так вот, если он в него не уложился, то есть он может вообще и зачет не получить, и экзамен не сдать. Это все возможно. И, наконец, самый последний кейс, наверное, очень важный и полезный. То есть многие считают, ну что такое пожарная безопасность? Ну ничего страшного в этом нет. Ну план повесили зачем-то, и пусть он висит. Оказывается, нет. И вот этой команде предстояло принять или не принять план школы, которую должны были открыть буквально совсем скоро. План был, надо было разработать непосредственно по пожарной безопасности, посмотреть основные моменты, то есть сколько человек максимально может находиться в школе, да, какие выходы могут быть задействованы при тот момент, когда случился пожар, и срочно нужно эвакуироваться из здания. И в конце этой команде предстояло принять решение через 20 минут, сдадут они эту школу, то есть могут они дети учиться, или же все-таки надо подождать, что-то придумать. Правильным ответом к этому кейсу специально был тот факт, что школу принимать нельзя, потому что в какой-то момент детей из школы должно было выйти столько, что либо произошла бы давка, либо надо, я не знаю, что было делать, да, то есть в школе находиться в таком количестве народа нельзя. То есть дальнейшие действия этой команды должны были сложиться так, что ребята должны пересмотреть были, отправить этот план на пересмотр, то есть либо какие-то дополнительные выходы организовать, да, в этом плане нужно было написать пояснительные записки, либо что-то еще придумать. Но им тоже давался даже не один план работы, целых три плана школы. Понятно, что, да, если твой рабочий день, ты этим занимаешься, вот у тебя профессия, принимать, не принимать планы эвакуации школы. И было несколько планов дано, так как рассмотрели всего лишь навсего один план, да, то, соответственно, вынесли вердикт только по одному плану за 20 минут. Все, что смогли сделать. И плюс этой работы в том, что, смотрите, мы можем ее проводить абсолютно в любой школе. Есть у нас возможность, нет такой возможности. Да, у некоторых школ есть связи с какими-то предприятиями, и они, соответственно, могут организовать туда экскурсию, да, показать, вот это профессия Столивар, а это еще профессия инженера, а это еще какая-то профессия, да. Это, конечно, все очень здорово, но это не показывает глубины профессии. Поэтому, на мой взгляд, вот такие задания можно придумать вообще несложно. То есть, ну, я потратила на это, конечно, на кейс АЭС я потратила один вечер, потом он мне полностью не понравился, я его переделала, когда готовилась к уроку, и того ушло на один кейс два выходных. Но все остальные пришли зато быстрее. Например, в медицинский кейс можно задание поискать кучу всяких ситуационных задач из интернета медицинских, то есть специально даже сборники ситуационных задач можно выбрать буквально элементарные какие-то задачи и в этот кейс взять. С АЭС тоже есть такие задачи. Это, конечно же, задачи больше связанные с ОБЖ, но, тем не менее, там есть куча расчетов, там есть различные таблицы, и, как показала практика, эти таблицы не полностью заполнены. То есть даже вот когда ты выборку из интернета делаешь, смотришь, так, а вот этих данных-то не хватает, и что делать? И вот эта ситуация, с которой столкнулись ребята, да, данных не хватает, а расчеты надо произвести по определенной формуле. И где их искать? А интернет отключили? А у нас авария? И что делать? В общем, вот с этими ситуациями мы, каждый, наверное, можем столкнуться в своей профессии. И хотелось бы ребятам показать глубину каждой профессии, на которую они, наверное, хотят и будут поступать в высшее учебное заведение. Вот, судя по фотографиям, мы там с Анной Юрьевной тоже присутствовали. Только на фотографиях. Да, на самом деле, это действительно важный такой, важный урок. И вообще, в принципе, стоит ребятам показать, насколько важен выбор профессии. И о том, что ответственность, брать ответственность на себя за очень серьезные решения, это тоже очень важно, и что они уже тоже должны быть к этому готовы. И, в общем-то, опять же, что в жизни без математики нам никак не обойтись, какую бы профессию мы ни выбрали. И, собственно, об этом-то наши семинары. Мы вот отвечаем на вопрос, зачем нам это надо. Везде и всюду, что бы мы ни взяли, какой бы кейс, какую бы задачу жизненную, везде и всюду так или иначе математика нам понадобится. Ну и смотрите, после того, как мы выбрали профессию, да, посмотрели, побыли в ее, как говорится, шкуре, дальше мы понимаем, что вот надо сдавать ЕГЭ по математике. Ну вот как ни крути ВПР, УГЭ, ЕГЭ, это все, я так понимаю, пока с нами идет рядышком, и мы про это не должны забывать. Ну и здесь другие моменты. Одиннадцатиклассники – это достаточно взрослые ребята, которые уже понимают, что совсем скоро им придется нести ответственность за себя, за свой выбор, за свое будущее. Ну и ЕГЭ славится задачами экономическими, да, замечательно, два балла все хотят получить. А почему бы не разобраться в этой ситуации, исходя из тех возможностей, в которых мы находимся? Ну, например, ребенок не поступил на бюджет, очень хочет попробовать поступить на платное обучение. Давайте посмотрим, сколько стоит кредит, да. Рассчитайте, пожалуйста, кредит на свое обучение. Посмотрите, какие есть плюсы, какие есть минусы в ваших кредитных ставках. Посмотрите, а не проще ли взять потребительский кредит, да, какие-то нюансы посмотреть. У кого-то, может быть, будет использован материнский капитал и так далее и тому подобное. То есть вопросов и вариантов задач, которые, ребята, можно предложить по этой теме, тоже большое количество. Или, например, вы хотите открыть счет, пока вы в 10-11 классе учитесь, например, хотите какую-то сумму накопить. Ну, на учебу, не на учебу, да, неважно на что, но вот хотите. А давайте посмотрим, а какие у нас ставки существуют, какие, может быть, на какую карту лучше положить, на какой счет, в какой валюте. И все это можно изучить, непосредственно, опять же, готовясь просто параллельно к задачам ЕГЭ экономическим. Потому что большинство ребят, которые вот просто на пустом месте, как говорится, сталкиваются с этими задачами, там очень много вопросов возникает. Хотя задачи вроде и несложные, да, и мы их все равно готовим, мы нормально все решаем. Но, тем не менее, понять ситуацию изнутри, мне кажется, это вот самое главное, что должно быть, и на что мы должны обращать внимание. Поэтому, на мой взгляд, мы вот можем море задач придумать, они все находятся рядом. Но это очень важные задачи, которые не просто настроят ребят на наш лад, да, и мы будем с ними думать в одном направлении, а все-таки покажут им изнанку нашей жизни. Нифига хорошую, как, например, кредиты, проценты, да, это не есть хорошо. Но есть и хорошие моменты, тоже волонтерство, те же самые нормы ГТО, почему нет, да, это же здорово, это же здоровье. И, соответственно, все плюс идет к нам, да. Я думаю, что это очень важно. Про волонтерство. У нас просто буквально два дня назад в школе собирали макулатуру. У нас это два раза в год обязательное событие. Все дети, родители, учителя собирают макулатуру и сдаем ее. И мы, учителя, сдаем тетрадки, листочки. И по-разному уходят те средства, которые получаем. Иногда это бывает акция, несколько лет было, что в обмен на макулатуру нам выдавали определенные саженцы, которые можно посадить на участке пришкольном. А в этом году будут выделены финансы. И у нас в школе есть организация, которая занимается, ну, самоуправление ученическое, там ученики старших классов, лидеры. И детям предложено как раз сейчас этим лидерам обсудить тоже с ребятами, во-первых, сколько денег они получат, зная, сколько макулатуры сдали, да, расценки, обсудить, на что эти средства потратить. То есть, и потратить их не просто так, а обсудить. Либо они их потратят на благотворительность, куда-то эти деньги. Либо эти деньги ребята планируют потратить на школу, может быть. Ну, не на школу, в общем, а какое-то обустройство своего уголочка в школе. Опять же, когда они вот это все через себя пропускают, это вот, когда это становится личным и считается легче, и разбираются легче варианты какие-то. И это делать надо и на каждом уроке, и просто в жизни, и становится тогда и нам, учителям, гораздо легче. Да, вот, коллеги, спасибо большое. Действительно, мне кажется, важное такое вот наблюдение и важная такая рекомендация, что прежде даже, чем перейти к каким-то задачам, которые есть в банке данных, а их много, и задач на функциональную грамотность, и задач для подготовки к ВПР, и для подготовки к выпускным экзаменам, нельзя пропускать вот этот этап, когда задачи лично ориентированы, опираются на конкретный опыт каждого конкретного ребенка, и уже через такой подход выходить на более систематическую подготовку. И действительно, помимо конкретных задач предметных, можно решать еще и задачи по профориентации, потому что это не только экскурсия, это не только приглашение каких-то лекторов, представителей профессии в школу, но это действительно использование такого элемента на уроке, как дополнительная мотивация, дополнительный интерес ребенка к обучению, когда ему рассказывается о важных для него вещах. Тогда действительно вопрос, зачем мне это нужно, он снимается, и мотивация повышается. Спасибо большое, что вы сегодня поделились своим опытом, действительно, опытом своей работы в разных классах. Я думаю, что если коллегам было интересно и полезно, они поставят нам сейчас огонечки и как-то отреагируют на наши слова. Я тебя жду вопросов, чтобы готовить ответы. Если у вас есть какие-то вопросы, коллеги, какие-то комментарии, уточнения, то мы тоже будем благодарны за и такую реакцию с вашей стороны. Может быть, кто-то может подключиться с микрофоном, поднимите руку. Я думаю, что вы мне открыли, наверное, какие-то секреты. Все учителя делают, наверное, примерно то же самое, может быть, лучше. Просто мы попытались обобщить разный опыт и в одном месте вот как-то это сразу все вместе собрать. Надеюсь, что у нас это получилось. Да, ну мне нравится, что здесь действительно у нас прослеживается метапредметная связь, что дети не просто, приходя на урок, думают, ой, вот это математика, с чем она связана. Вот вышел он с математики, пошел на русский. Это вообще два разных предмета. Или на физику, или на химию. У них каждый предмет в голове занимает отдельную полочку. Хочется так, чтобы это укладывалось в какую-то единую картину мира. И вот такие задания, например, жизненные для этого очень полезны. Спасибо большое. И здорово, когда есть команда, когда есть на кого-то опереться. И коллеги, желаю вам сейчас действительно находить поддержку друг у друга. Давайте будем внимательными и добрыми по отношению друг к другу. И помогать, потому что человеку сейчас нужна помощь человека. Я вот цитирую Чернигский дитяна Владимировна. Спасибо, что нас послушали и посмотрели. Спасибо, коллеги. Хорошего всем вечера, мира и добра. Спасибо. Всем до свидания. Всего доброго. Отпыхайте.